Друзья, привет! Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки! Сегодня печем яркий, красивый праздничный торт-пирог, который называется янтарная палитра. Выпекается одним коржом, не сложно, получается просто замечательный. Можно подать на праздничный стол. Он очень богато смотрится, каждый кусочек имеет свой неповторимый внешний вид. В описании под видео указано количество ингредиентов. Готовлю тесто. Яичные желтки отделила от белков. Добавляю сахарную пудру, не заменяем на сахар, и ванильный сахар. Взбиваю до посветления массы и до пышности. Затем добавляю сметану и взбиваю. Далее размягченное сливочное масло, заранее его нужно достать из холодильника, чтобы оно было комнатной температуры. Взбиваю до объединения ингредиентов. Далее в два приема просеиваю муку. В нее я еще добавила разрыхлитель. И замешиваю тесто. Вначале это делаю лопаткой. Одну часть вмешала, затем просеиваю вторую часть муки. И уже буду замешивать руками. Но недолго. Напоминаю, что такое тесто не любит особо прикосновений. Поэтому, как только все собралось в один комок, достаточно. Муки больше не добавляем. Лучше слегка обвалять тесто в муке, но не вмешивать дополнительную часть муки. Потому что оно тогда будет более тугим. А нам нужно нежное, тающее во рту тесто. Я формирую из него колбаску. И делю на три одинаковых части. Каждую часть теста округляю. Две светлых части кладу на тарелку. Одну часть возвращаю в миску. Добавляю столовую ложку какао. И замешиваю шоколадное тесто. Формирую из него шарик. Тоже кладу на тарелку. Накрываю пищевой плёнкой. Убираю в холодильник минимум на полчаса. Можно такое тесто приготовить заранее. В миске у меня курага, изюм двух видов, светлый и тёмный. И вяленая клюква. Заливаю кипятком примерно на 5-10 минут. Форму для запекания выстилаю пергаментом. Достаю одну часть светлого теста. И буду распределять по форме. Удобнее делать это вот таким образом. Просто отщипываю кусочки теста по всей площади. А затем уже распределяю руками. Тесто очень нежное. За счёт того, что оно на сахарной пудре. Это очень ощущается. Далее я нарезаю на небольшие кусочки шоколадку. У меня чёрная. И посыпаю шоколадом светлый пласт теста. Беру тёмную часть теста. Отщипываю небольшие кусочки. Как бы так распластываю. Разминаю в руках. И тоже выстилаю всю площадь формы. Убираю пока в холодильник. Приготовлю творожную начинку. В миске у меня вкусный жирный творог. К нему я добавила яичные желтки, крахмал, сахар, ванильный сахар. И всё это погружным блендером. Я в однородную массу перебиваю. Оставшиеся яичные белки, которые у меня остались и от теста, и от творожной начинки, я вылила в чашу миксера. Добавила щепотку соли, сахар и взбиваю до пышной массы. Далее частями добавляю в творожную массу и перемешиваю. Делаем это аккуратно, движениями снизу вверх. Стараемся так, чтобы белки не очень оседали. В результате у нас получится очень пышная творожная начинка. Делю её примерно пополам. В одну часть добавляю сухофрукты, которые я откинула на сито и просушила. Перемешиваю. Во вторую часть добавляю какао и тоже перемешиваю. Достаю форму из холодильника и выкладываю светлую часть творожной массы. Далее сверху шоколадную часть. Аккуратно распределяю. Достаю оставшуюся светлую часть теста. Точно так же отщипываю, разминаю в руках и этими кусочками покрываю всю поверхность торта пирога. Ставлю в заранее разогретую духовку до 175 градусов примерно на 1 час. Готовый торт нужно остудить полностью в форме и когда уже он остыл, я его перекладываю на поднос. Обязательно ставлю на ночь в холодильник. Такие торты, сырники вкусные, еще более, когда они вызревают, то есть где-то примерно 12-18 часов проводят в холодильнике и только потом уже можно нарезать и есть. Это очень вкусно, друзья. Очень насыщенно, празднично. Как видите, каждый кусочек имеет неповторимый узор, неповторимый внешний вид. По-настоящему вкусный, необычный торт. Обязательно попробуйте. Его, мне кажется, можно испечь даже на праздник и в преддверии Пасхи. Я думаю, такой рецепт и на праздничный стол можно подать. Так что готовьте. Обязательно пишите отзывы в комментариях. Я благодарю вас за поддержку, за лайки. Если вам нравятся мои видео, не забывайте подписываться на канал. Всем мира и добра! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!